На РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. На уборку снега в Уфе сегодня вышли 400 дорожных рабочих и 300 снегоуборочных машин. Еще 600 дворников и более 100 машин занимаются расчисткой дворов. Об этом сообщили в мэрии столицы. Жилищно-коммунальные службы работают в усиленном режиме. Уборка идет круглосуточно. В первую очередь от снега расчищают основные автомагистрали, пешеходные переходы, остановки и тротуары. Отмечу сегодня, в связи с неблагоприятными погодными условиями были введены ограничения на проезд автомобиля на 9 участках дорог в Башкортостане. Одно ограничение еще действует, которое запрещает грузовым автомобилям въезжать в Уфу по пяти направлениям. Со стороны аэропорта, микрорайона Шакши, Бирского тракта, села Жилино и микрорайона Зато. По прогнозу Башк Гидрометцентра, осадки, сильные порывы ветра продолжатся. На дорогах остаются снежные заносы, накаты, гололедица. Водителям рекомендую не выезжать без острой необходимости. Если поездку нельзя отложить, будьте особенно осторожны. Снизьте скорость, не идите на обгон, пристегните ремни, отложите гаджеты в сторону, увеличьте дистанцию между впереди идущим автомобилем. Возьмите с собой теплые вещи, запас еды, термос с горячим питьем, аптечку, заправьте полный бак, предупредите родных о вашей поездке. Отмечу, что из-за сложных погодных условий в Уфимский аэропорт не прибыл один рейс. Он приземлился на запазном аэродроме в Екатеринбурге. Улучшение погодных условий ожидает к 17 часам. Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило нарушение закона о защите конкуренции в действиях администрации Стрель-Тамакского района. Муниципалитет в 2021 году передал объекты теплоснабжения коммерческой организации бесплатно и без торгов. По данным ведомства, летом 2021 года администрация района приняла постановление о безвозмездной передаче компании «Альянс» объектов теплоснабжения района. Это сельские школьные котельные, газовые котельные общего пользования и теплосети в нескольких населенных пунктах. Власти объяснили это необходимостью проведения срочных работ по подготовке к новому отопительному сезону. В сентябре 2021 года УФАС выдала администрации предписание, обязывающее расторгнуть договор с компанией вернуть объекты муниципалитету. Но администрация под разными предлогами откладывала это решение. Слэя сначала на отопительный сезон, затем на долгий процесс подготовки документов. По данным на сайте госзакупок, только в 2022-2023 годах предприятие получило более 45 миллионов рублей и выручки по договорам поставки тепла в соцобъекты района. До конца этого года в Башкортостане откроют две полилингвальные школы в Хайбуллинском и Училинском районах. Об этом на оперативном совещании правительства заявила замминистра образования региона Альфия Галиева. Всего в Башкортостане до конца 2024 года должны работать 12 таких образовательных учреждений. Шесть уже есть, две из них перепрофилированы, четыре построены с нуля в Уфе. Астерль-Тамаки и Нефтекамске. Кроме того, акцент делается на создание полилингвальных классов с углубленным изучением родных языков народов Башкортостана и иностранных языков. Также на совещании отметили необходимость расширять выпуск учебных пособий на трех языках – башкирском, русском и английском. В полилингвальных школах обучаются более 5489 обучающихся, работают 274 педагога. Количество желающих учиться в данных школах ежегодно растет и тому способствует качество образовательного процесса. Обучающиеся школы показывают хорошие результаты по ЕГЭ и Российской Олимпиаде школьников. В полилингвальных школах реализуются интересные проекты. Также Ради Хабиров отметил необходимость развития полилингвальных групп в детских садах. Сейчас они существуют в 12 муниципалитетах. Почти 380 миллионов рублей поступило в бюджет Башкортостана в результате предоставления госуслуг регионального Росреестра через офис МФЦ в прошлом году. Хотя количество электронных обращений ежегодно увеличивается, объем поступлений в казну не снизился. В 2022 году через офис МФЦ поступило порядка 240 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости и 75 тысяч заявлений на кадастровый учет и на единую процедуру учета и регистрации. В среднем учетно-регистрационные процедуры занимают у специалистов от 3 до 5 дней вдвое меньше, чем предусмотрено законом. Сохранение объема бюджетных перечислений в управлении Росреестра связано с возросшим в 2022 году количеством учетно-регистрационных действий с недвижимостью. И важным фактором здесь также играет плодотворная работа центров «Мои документы», где оказываются государственные услуги Росреестра. На сегодня граждане и предприниматели Республики в 46% случаев обращаются за услугами Росреестра в МФЦ. И по закону ровно половина объема уплаченной госпошлины перечисляется непосредственно в бюджет Республики. Как сообщали в МФЦ, чаще всего жители обращаются именно за услугами Росреестра. 32% от всех запросов специалисты оказали более полутора тысяч консультаций для граждан и бизнеса. С совместными усилиями реализован переход на полный безбумажный документооборот. Воскресенский медиплавильный завод в Мелиузовском районе внесли в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Ранее территорию завода благоустроили с использованием федеральной субсидии в 65 миллионов рублей. Там запустили общественное пространство «Арт-центр Воскресенский завод». По словам Ради Хабирова, работа по сохранению исторического наследия продолжится. Планируется обновить Воскресенскую картинную галерею. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс. В дальнейшем отреставрируют бывшие промышленные площадки. Индустриальное наследие может стать точкой притяжения туристов, отмечают эксперты. Тем более, Воскресенский завод находится на территории геопарка Таратау. Промышленный туризм не может быть без прошлого, без истории. И даже если она сегодня каким-то образом, согласно технологическим процессам или иным процессам, потеряла свою актуальность как производственный процесс, надо показывать ее как индустриальное наследие, создавая музейные, культурные пространства. В январе правительство республики одобрило разработанную Башкульт-наследием стратегию сохранения и развития промышленного наследия региона до 2035 года. Она предполагает меры по сохранению памятников промышленной архитектуры. В частности, к восстановлению объектов индустриального наследия планирует привлекать частных инвесторов. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.